Еще раз здравствуйте. Что бы я хотела с вами обсудить, наверное? Кап-синдром. Вообще, есть перспективы? И вообще, кап-синдром – это какая ситуация, да? Напомним. Это когда не знаем откуда, но есть метастазы куда-то. Это если очень-очень образно. Ох, ты не выяснил личную реализацию по-русски. По-русски. Переводим. Смотрите, классическая ситуация, ну, мне так кажется. Молодой пациент, у которого есть метастазы в лимфоузлы шеи, но нет выявленной первичной локализации. На самом деле ситуация, ну, я бы не сказала, что даже редкая. Если мы посмотрим, выполним биопсию и узнаем, что это метастазы плоскоклеточного рака. Да, мы можем предполагать, что может быть это опухоль головы шеи, но в целом у нас есть не выявленная первичная локализация метастазы в лимфоузлы шеи. Можно попросить голосование, потому что я хотела бы спросить, вот как вы начинаете? Нужно ли взять и, ну, учитывая, что это, в общем-то, единичное поражение, хоть и не первичное, прооперировать? Может быть, стоит прооперировать и последующим облучить? Может быть, вы прооперируете, добавите лекарственную терапию? Может быть, сразу лучевую? Химиолучевое лечение? Лекарственная терапия с последующим хирургическим лечением? На самом деле, взгляд здесь на эту проблему, по крайней мере, у нас в том числе, происходит такой достаточно общий, и мнений может быть много. Но вот как вы относитесь? Если мы видим не первичную опухоль, насколько стоит идти на эту циторедукцию, только ее и больше ничего. То есть, если мы прооперируем, сможем ли мы отпустить пациента? Удобно и корректно ли это? То есть, вы все-таки... Не биопсия. Шейная лимфодисекция. Да, да. Ну да. Но мы понимаем, что это или... Но это нет первичной опухоли. Первичную опухоли мы не нашли. Лаль Михайловна, мы вам потом дадим слово на ваши фантазии. Я, на самом деле, спасибо вам за варианты, потому что действительно, но, наверное, стоит, учитывая, что мы не знаем, где же у нас первичный очаг, чем-то подкрепить, наверное, воздействие. Такое ощущение, что одного метода будет не хватать. Хорошо. Что сделали мы? Вот молодой, деятельный, активный мужчина. Всего на все 73-й год рождения. И вы знаете, нам удалось провести ему комплексное лечение, и мы начали, правда, с лекарственной терапии, потому что мы не знали, какова будет скорость роста. Да, очень нам было как-то боязно идти сразу на хирургическое лечение, мало ли это сразу бы продолженный рост имело. Поэтому лекарственная терапия, три цикла. И вы знаете, возможно, было с последующим переводом, учитывая, по крайней мере, остановку, да, даже с некоторым, ну, практически объективным ответом, перейти на лучевую терапию. И что приятно, что пациент после этого комплексного лечения два, даже чуть больше года, к нам не приходил. Может быть, это один из вариантов подхода для лечения КАП-синдрома. Не знаю. Но он вернулся, да, иначе бы мы не обсуждали здесь, какие у нас есть варианты. Он возвращается, и есть прогрессирование, да, вот, например, картинка ПЭД, которая говорит, можем ли мы здесь опять, вообще существует ли еще один комплексный подход. Мы вроде один уже использовали, вроде как лекарственная терапия, облучили. Что же делать? Случи вроде как исчерпаны. Что делаем мы? Мы делаем химиотерапию второй линии, но, да, она уже несколько отличается. И еще раз напомню, два с половиной года прошло с момента первой линии. Поэтому мы получаем, и это важно, частичный ответ, если исходно было образование, то оно уменьшилось более чем на 30%. И вот здесь хирурги говорят, ну, отличный эффект, давайте мы прооперируем. И вы знаете, действительно, фасциально-футлярное сечение было выполнено, гистологически, конечно же, подтверждены метастазы бласкоклеточного рака. И еще на какое-то время мы можем отпустить пациента. Два комплексных лечения. Пациент возвращается. Метастазы в подчелюстных лимфоузлах. Это уже не шейн. То есть мы идем и имеем, получается, надключичные. Да, вот здесь достаточно видно хорошо, мне кажется. То есть через 5 месяцев после операции получается, да? Время сокращается, абсолютно с вами согласна. Пациентируйте то, что это нам 16-й год, а здесь 17-й. Всего 5 месяцев разница от последнего лечения. Да, ну чуть-чуть больше. И получается, что комплексное лечение вообще возможно еще раз рассмотреть. Три комплексных лечения на одного пациента с капсиндромом. Давайте посмотрим. И вы знаете, вот здесь вот хирурги, да, к вопросу о том, что надо бы что-то отрезать. Да, не получается, конечно, радикальное сечение в такой ситуации. К нему добавляется лекарственная терапия. По консилиуму было решено, учитывая максимальную вероятность и трактовать пациента как плоскогляточный рак головы шеи. Цитуксима в монорежиме. Как вариант уже третий. И вы знаете, мы отпустили еще на некоторое время пациента. Да, время сокращалось с вами полностью, согласна Рашина Вахидовна. Но пациент к нам возвращается. И выглядит это, конечно, достаточно удручающе, потому что большие конгломераты и по челюстью, и в шейных лимфоузлах. У нас есть четвертый вариант комплексного лечения? Но мы же знаем, что комплексное лечение – это хорошо для опухоли головы шеи или нет. Что же мы делаем? Ну, мы нашли, учитывая, что это все-таки опухоль плоскоклеточный рак, но без выявленного первичного очага, эндоксан с метатриксатом, и пациенты берут на протонную лучевую терапию, за что отдельное правда им спасибо, потому что время действительно сокращалось. Но ведь для пациента каждые 2-3-4 месяца это много и важно. Да, мы начинали с периодов 2 года, да, потом это год и так далее. Но его берут, и мы видим эффект. И он даже еще некоторое время был в ремиссии. В том смысле, что было остановлено опухолевое заболевание на уровне частичного ответа. Получается, пациент к нам опять, к сожалению, возвращается. Прогрессирование на 4-х вариантах, ну как минимум, химиотерапии. Ну, в целом это комплексные все 4 варианта. Но пациент молодой, 73-й год рождения. Что делаем? Да, ПЭТ-КТ нам рисуют чудовищные картины. Не только 4 линии терапии, здесь еще лучевая терапия, здесь операция, здесь еще одна палеотивная операция и плюс протонная терапия. Но 73-й год рождения, и, в общем-то, и кок хороший. Ну, вот тут вот... Молодой, сохранный, активный. Но мы же располагаем... Достаточно сложно. Он вот так приходил на наш консилиум, вот в таком количестве. Мы сидим, он спрашивает, сделайте что-нибудь. Да. И Раштам Ахидна сделала, отправила его определение на определение педель-экспрессии. И, честно скажем, да, негативный может быть педель, но позитивный в иммунных клетках, СПС-12. И по итогам консилиума, вот как вы думаете, что-то мы можем предложить пациенту, если, да, вот мы имеем, еще раз, 4 комплексных лечения с множеством вариантов. Вот таким образом выглядит почелюстная область. Вы знаете, я еще продолжу, вот так вот шейная выглядит. Это для сравнения нормальной ткани шеи. И асимметрично, вынужденно, действительно тяжело пациенту было поражение болезненное, выраженный болевой синдром. Я не буду вас щадить, я покажу картинки. Это действительно на консилиуме выглядело, ну да. Соответственно, что я хотела бы вас спросить, можем ли мы какую-то, если можно, включите, пожалуйста, голосование. Есть ли вариант химиотерапии? Ведь хирурги, как рука бойца колоть, наверное, устала, да, с учетом этого. Радиологи, не знаю, сможете ли вы нам что-то предложить. Клинические онкологи, может быть, что-то придумаем из лекарственной терапии? Вот как вы думаете, пятый вариант лечения? Иммунотерапия. Ой, спасибо вам большое. На самом деле, под руководством, что Ивахид, наш консилиум на самом деле принял это же решение. Не буду... Нестандартное решение, в гайдлайнсах нигде нет. Пятой линии назначать иммунотерапию. Соответственно, начинаем эту терапию и с марта примерно, то есть март, апрель, май, июнь, то есть мы сейчас приближаемся к четвертому месяцу на терапии пембролизумабом пациент, и осложнений нет. Вот вопрос, есть ли эффект. Это когда мы имеем, как Ивахид рассказывала, большой уже объем опухолевой массы, насколько мы успеем за этой скоростью роста. Пациент жив, пациенту недавно было введено очередное пембролизумабо вливание, но вот таким образом я хотела бы вам поделиться, не знаю, что будет через несколько месяцев, надеемся ли мы на то, что мы удержим хотя бы, может быть, через псевдопрогрессирование, которое все-таки, ну пусть там 10% навстречается. Поэтому все-таки капсиндром, часто ли мы можем добиться 5,5 лет? Да, фантазии не только четырех комплексов, но и пятой иммунотерапии. Да, понемногу мы немножко теряем, но это пятый вариант лечения. Ну, это вот наш клинический случай, мы надеемся, что... И в этом трудность, наверное. Да. Спасибо, Наталья Владимировна. Есть какие-то или вопросы, или какие-то профессор Кагония нам расскажет о своих каких-то внутренних терзаниях? Ну, в практике чаще всего, получается, мы сами себе трудные случаи делаем, и, возможно, назначение иммунотерапии было бы раньше, надо было бы ПДЛ определить раньше. Рашида Вахидовна, речь не об этом. Вы знаете, когда есть субстрат, поскольку мы говорим не о единичном лимфоузле, а о лимфоузлах... Вначале был один. Вначале был один, вот этого не прозвучало четко. Во всяком случае, 21 век, иммуногистохимия. Почему до вас, до вашего, так скажем, вмешательства, никто не подумал о генно-молекулярном исследовании иммуногистохимии? И потом эксцезионная биопсия, ее же ведь никто не... И что вы при иммуногистохимии хотели бы получить? Нет, если бы вы получили субстрат при эксцезионной биопсии... Да нет его этого субстрата, ему ПЭД постоянно делают, ему смотрят все. У него было сделано все места, где есть плоскоклеточный рак. У него, слава богу, шейки матки нет, но мы все посмотрели ему, все абсолютно от носа. Ну, просто в связи с тем, что как бы априори мы назвали это как синдром, то есть не выяснили причину локализации, от того, что мы не выяснили честно первичную локализацию. Мы ее искали, искали очень активно, 73-й год рождения, он пришел к нам в 2014 году, мы честно искали, мы сделали... Это понятно, Рашида Вахидовна, речь не об этом. То, что вы сделали максимум, понятно, все равно вопросы остаются. В носоглотке ничего тоже не было, задняя стенка, ничего, все, да? Вот, Лаля Михайловна, представьте себе, не было. Да, вот действительно странно. Ну, таких больных сколько процентов у нас по данным литературы? 10-15 процентов, и все в практике таких больных имеют. Я уверена, тот, кто онколог, точно имеет такие случаи. Нет, есть больные, у которых мы не можем выявить первичную локализацию. Вопрос, как долго вы будете иммунотерапию проводить? Ну, мы ее, наверное, Наталья Владимировна, отвечайте. Я бы сказала так. Пока мы видим клиническую выгоду, наверное, это, ну, такой, может быть, очень общий, но, мне кажется, достаточно, ну, понятный ответ. Потому что мы понимаем, что через 3 месяца, да, даже если мы видим рост, да, но сохранность пациента мы можем продолжить. Через 5 месяцев, наверное, уже не продолжим, если подтвердится еще продолженный рост. Но 3 месяца. То есть первые оценки, если будет прогрессирование, мы его считаем как за псевдопрогрессирование все-таки. Ну, а если уже еще через 2 месяца оценим и будет прогрессирование, то, к сожалению, мы закончить должны иммунотерапию. А вот, коллеги, скажите, у нас предыдущий, Светлана Игоревна докладывала случай, там после иммунотерапии потом была очень эффективна химиотерапия. И если он сохранный, с вашей точки зрения, можно бы ему было назначить 5-ю линию терапии? Ну, уже 6-ю, 6-ю. И какую? 6-ю. И какую вопрос. У него были и токсаны, у него были метриксации над оксаном. Что-то ксимогли. Вы знаете, искусство клинического онколога вовремя начать и вовремя закончить. Остановиться вовремя. Но у нас не всегда получается. На самом деле, когда приходят те пациенты, которые приходят на своих ногах, которые говорят, вот спрашивают, что делать, на самом деле вот такая трудность. И я думаю, что с ней сталкиваются очень многие наши коллеги. И вот мы как раз таких больных обсуждаем всегда на трудном случае, что делать с таким пациентом. Вот если у него все-таки будет прогрессирование на иммунотерапии, на присохраненном статусе, пошли бы вы дальше на что-то? Я не знаю на что. Вот мы вас спрашиваем, вот мы вас и спрашиваем, Лаль Михайловна, а вот что бы вы назначили? Интересный. Мне кажется, все что угодно уже можно. Я считала с химиотерапией, как это не, наверное, парадоксально в этой ситуации. То есть если больной, но мы уже начали только иммунотерапию, если больной вот сейчас на иммунотерапии прогрессирует, вы считаете, что нужно оставить пембролизумаб и добавить химиотерапию? Я считаю, 3 месяца пембролизумаба и дальше химиотерапия в сочетании с пембролизумабом. Это моя точка зрения. А у нас не так много исследований, да, сочетания пембролизумаба при голове и шее с химиотерапией? Ну, очень даже мало. В качестве первой линии только у нас есть исследование, которое вам показывало. А, в общем-то, ну, вообще в шестой линии уже не используется. Но сочетание или все-таки в монорежиме? Или вообще ничего не делать? Вопрос в том, как мы работаем. Если мы работаем по КСГ, то сочетание мы никак не сможем использовать. Если мы говорим вне КСГ, но вот если позволите мое мнение, я считаю, что ему, наверное, можно будет назначить любую цитостатическую терапию. Ну, сейчас мы ведем речь, например, о возникновении уже подтвержденного прогрессирования в надежде на то, что действительно произошел вот этот вот эффект активации иммунной системы. И вероятность того, что не подействует никакой цитостатический препарат приблизительно равна той же вероятности, что этот препарат подействует. Поэтому выбирать цитостатик я бы выбирала больше, исходя из общего статуса пациента, тот препарат, который он перенесет. Да, кстати, спасибо. Но мы, если нам дадут слово на следующий раз при вот такой сессии, мы вам потом расскажем про этого больного. Да, пожалуйста. Добрый день. Я хотел спросить, а после самого первого лечения какие критерии использовались для оценки эффекта вашего лечения? Химия лучевого, да? Химия лучевого, чтобы пациент был отпущен на два года. Не обсуждалось ли хирургическое лечение сразу же? Да, вот сразу. После вот когда сделали химиотерапию, потом лучевую терапию, а хирургическое лечение обсуждалось? На самом деле, абсолютно правомерный вопрос, я с вами полностью согласна. Но если вот с 9 утра здесь нет, помните, я пирамидку показывала? Там вот эта пирамидка, она на самом деле, она такая своеобразная. Это когда мы взаимодействуем хирург, радиолог и клинический онколог. Да, поэтому хирурги на тот момент сказали, что учитывая выраженный эффект, говорят, давайте посмотрим, а через 3 месяца сказали, ну давайте, может быть, и не будем вмешиваться. Может быть, в каком-то смысле они были правы. Клинические онкологи пока не умеют оперировать. Вот мы коллег зовем, а коллеги нам говорят. Главный вопрос. Что использовалось в контрольной компьютерной томографии под КТ? По каким результатам хирурги сказали, что оперировать не надо? В самом начале было КТ. Ну, сейчас скажу, сейчас, 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 14-й год. Вообще, на самом деле, у него было и КТ, и МРТ. Вот если перед лучевой терапией делали, и после лучевой терапии, через месяц делали МРТ и КТ. И мы показывали, посчитав это, как, ну, условно, да, индукционную терапию, но хирурги сказали, нет, не надо, это первичная, невыясненная первичная локализация. Сейчас у него до сих пор, вот, 19-й год у него ничего не проявилось, кроме вот всё, что касается области головы и шеи. У него нигде больше нет опухоли никакой, да. Поэтому вот, ну, как бы хирурги сказали, нет. Мы коллегиально решали. Простите меня, я понимаю, но чем-то должно быть, ну, как-то подтверждено. То есть, либо по КТ опухоль не определяется лимфозлой, либо значительная регрессия, либо стабилизация. Значительная регрессия. Ну, я думаю, знаете, с чем это было связано? Вот тогда я помню это обсуждение. Обсуждение было связано с тем, что это опухоль, невыясненная первичная локализация. От того, что мы удалим вот этот узел метастатический, где-то всё равно сидит опухоль, она проявится в ближайшее время. Поэтому что сейчас делать с такой операцией? То есть, хирурги тогда обосновали таким образом, вот я помню. Что на самом деле, невыясненная... Никто же не думал, что до 19-го года это всё продлится. Потому что не вы... Да, пожалуйста. А представьтесь, пожалуйста, город... Город Минск, онкодиспансер, радиоцерпевт. Вопрос касательно лучевой терапии, если бы позволите. Да, конечно, конечно. Но первый вопрос, на каких аппаратах... На каком аппарате первый раз проводилась лучевая терапия? И второй вопрос, по поводу объёмов облучения. 1Б уровень, это вместо первого возврата болезни, был ли он как бы облучен изначально? Вот, наверное, Наталья Владимировна, сможете ответить? Я, честно, вот... Я понимаю, что это... Наверное, я прошу прощения, поскольку я начинала, я могу ответить на этот вопрос. Значит, аппарат был... Я химиотерапевт. Да. Я, чтобы все сейчас понимали. Значит, аппарат был электро... Линейный ускоритель, понятно. Да. А по поводу объёмов облучения, может быть... Значит, нет, объём облучения была вся шея от нижней гамети. То есть, 1Б уровень входил? Да, да, да. Ну, а стандартно носоглотку, ротоглотку, гортана и гортан, как бы вы берёте в таких случаях? Нет, мы берём ротоглотку в таких случаях. Ротоглотку? Да, носоглотку нет. Нет. Вот, носоглотка не облучалась, поскольку по результатам и видеоскопических исследований, по результатам КТ данных за поражение носоглотки не было, поэтому носоглотку мы не облучали. Мы облучали ротоглотку, гортан, гортан, прошу прощения, гортаноглотку и шею до уровня... 1Б5. Да. Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, часто бывает, что вот, например, вот проявляется лимфатическими узлами, есть опухоль в носоглотке, и она не проявляется вообще. Вот так часто бывает? Часто? Нет. Так, кстати, очень... Вот, опять же, моё мнение, если бы у пациента была опухоль в носоглотке за такой длительный период, она бы обязательно себя проявила, обязательно, она бы не осталась такой же крошечной. Все были в надежде, что рано или поздно это проявится, но до сих пор, прошло 5,5 лет, ничего не проявилось. Так мы имеем вот на лицо только поражение в области головы и шеи, в области шеи, и больше, в общем-то, ничего. Еще один вопрос больше академический. Вы все-таки используете стадирование ТХ, НХ, М1? Не относите это изначально как бы к поражению головы и шеи? Не ставите ТХ, Н2, Н3 и М0? Все-таки не рассматриваете изначально первичный очаг, что это из головы шеи идет? Они оба правомерны теоретически, но если мы берем классификацию как по невыявленному первичному очагу, то он невыявленный первичный очаг, поэтому Х, Х, а лимфоузлы могут быть нерегиональными. Да, эти узлы можно было посчитать как региональные, а можно было посчитать отдаленные. Откуда же мы знаем? Это отдаленные лимфоузлы или это региональные? Ну, по-всякому, может быть, я не знаю. У нас еще один вопрос, микрофон, пожалуйста. А вы откуда? Впереди. Микрофон. Когда при сборе анамнеза, так как больной считался все же заболевание головы и шеи, в принципе, локализация, а при сборе анамнеза он истилился на вирус папиллома человека? Не при сборе анамнеза, а уже в процессе обследования. Да? В тот же момент, когда принимали решение о назначении иммунотерапии. Полностью покажу, просто вам заключение было. Вот. Ассоциирование. Спасибо.